Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы сможем прикоснуться к словам Священного Писания и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословения и пригласить Его сюда, в эту студию и в наши сердца. Помолимся! Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, Ты — наше упование, Ты — наш Отец, Который заботишься о нас. Большое Тебе спасибо за то, что Ты прислушиваешься к нам, слышишь наши молитвы. И сегодня мы просим Тебя, чтобы Ты присутствовал Духом Твоим Святым здесь, в этой студии. Присутствуй с каждым из нас, участников этой программы, со всеми нашими зрителями. Мы молим Тебя, чтобы все, что будет сказано здесь, в этой студии, было только для Твоей славы. Потому что только Ты, Ты — великий Бог, Ты достоин хвалы, поклонения и славы. Благодарим Тебя, Господь, за услышанную молитву. Аминь. Друзья, мы ждем от Вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас написать внизу, под этим видео, в строке комментариев. Если Вам удобно, Вы можете выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим в наши молитвенные группы. И еще. Если Вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время познакомить с гостем нашей программы Василием Ящук. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем Вы поделитесь своим молитвенным опытом, хотелось бы, чтобы Вы немножечко рассказали о себе, чтобы зрители с Вами познакомились поближе. Откуда Вы родом? Родился и вырос я в Молдавии. У моего отца и матери было пятеро детей. Отец был родом в Западной Украине, мать молдаванка. Детство проходило в окружении моих родителей. И с Богом я стал знакомиться еще, наверное, с детства. Потому что мои родители были православные, и они учили нас всех детей, чтобы мы, когда ложимся спать, говорили молитву «Отче наш». То есть Вы вот в этой атмосфере верующих родителей росли, да? Да. Отец мой, как он мне рассказывал о себе, сколько я его помню, он захватил несколько месяцев Великой Отечественной войны, был призван в армию. И за это время он уже успел получить ранение. И он имел такую тоже веру в Бога, хотя он был православный, что он считал убийство человека грехом. И он мне рассказывал историю, что однажды со своей группой людей, солдат, они там где-то шли, и оказалось, что на них едет повозка с немцами, с немецкими солдатами. И чтобы, он говорит, я, так как я был пулеметчиком, я не хотел убивать людей, потому что я считал, что у них тоже есть дети, что у них есть родители, да? И он говорит, это грех убить человека. И он говорит, я тогда решил, чтобы они на нас не наехали, потому что там какой-то мост был, и они как-то спрятались под этим мостом. Но, говорит, нас обязательно бы увидели, если бы они приехали к нам близко. И он говорит, и тогда я решил дать очередь поверх их голов, чтобы, говорит, отпугнуть их, и тогда и мы спасены будем, и они будут целыми. Ну, получилось у него. И получилось, да. Говорит, я стрельнул так поверх них, они развернулись и уехали туда, откуда ехали. Слушайте, удивительно. Смотрите, человек был призван на войну, да? Еще и пулеметчиком, но надо же было его. Нет, что прадистом куда-то призвать, да? И вот за это несколько месяцев, что он там был в армии, он говорит, я успел получить ранение в ногу. И он говорит, меня, наверное, спасла только вера в Бога, что я глубоко верил в Бога. Он православный говорит, я глубоко верил в Бога, что Бог меня спасет даже в этой ситуации, когда я иду на фронт. Потому что не все оттуда возвращались. Это он вам рассказывал, когда вы были еще ребенком. Я был ребенком, малым, и он мне рассказывал, потому что я его как-то увидел рану на его ноге, ниже колена. И говорю, а что это у тебя такое, что за знак? Он говорит, это меня ранили, когда я был на фронте. Вот несколько месяцев, не знаю, как его призвали, в 45-м году уже это было. Призвали, и вот за это время он успел получить ранение. Да, слушайте. Получается так, что вы, ваши братья, сестры, вы в этой атмосфере крепкой веры. То есть, пускай православная, но это вера. Ваши родители были верующие. А вот мне вопрос. А вот папа говорит, это грех. Вы, может быть, читали Библию в семье? Да, у нас была Евангелие отцовская. И как-то в детстве я нашел ее и стал читать. И я подумал еще про себя, хорошо было бы, если бы все люди жили по этой книге, так, как здесь написано. И у нас, да, у отца с матерью было пятеро детей. Я уже был четвертым ребенком. И вот я жил вот в такой атмосфере, когда родители учили нас, чтобы мы верили в Бога и не делали никакому зла. Да, интересно. То есть, родители вас научили молиться, молитвой «Отче наш» перед сном говорили, да? Но, я так понял, вы читали вот это Евангелие, а в семье так не читалось, да, в принципе? Иногда отец тоже брал и читал, я помню это. Хорошо. Ну, а когда вот вы, как наступил так момент, что вас подвигло к тому, чтобы вы стали вот, ну, как-то, наверное, усиленно или постоянно читать Священное Писание? Ну, как раз об этом и мой молитвенный опыт я приготовил на сегодня. Что, ну, получилось так, что я после того, как я служил в армии, я устроился на работу на заводе, который в городе Бельце, в Молдавии, который был от моего села, как бы, 50 километров. Ого, далековато. Да, и я приезжал домой только по выходным на пятницу и уезжал обратно на работу в город или в воскресенье, или в понедельник утром. И получилось так, что я там на том заводе работал, и однажды ко мне подошел один из работников этого завода и пригласил меня к себе на собрание. Я подумал, что ничего тут плохого нету, я могу пойти с ним, послушать, что там говорят. Но вы знали, что это не православный человек, не православная вера, да? Нет, да, я знал, что этот человек верующий, и он не является православным человеком. И я решил пойти с ним, посмотреть, как там еще они, как проводят это служение. После этого мне понравилось, но как-то, знаете, мне понравилось само служение, люди как там красиво одеты, красиво поют. Вот, и после этого он меня спрашивает, ну как тебе понравилось наше служение? Я говорю, да, очень понравилось, и ничего тут плохого нету, что люди собираются и славят Бога. Вот, ну как-то после этого я в течение, скажем, каких-то полгода, я, ну скажем так, уже больше не ходил в собрание. Но я раздумывал об этом, что Бог есть, что Он ищет человека, что Он заботится о людях. Без Него мы не смогли бы сделать, наверное, и шагу, да? И однажды ко мне на заводе подходит еще одна женщина и тоже просит, говорит, давай, если хочешь, мы пойдем на собрание ко мне в церковь, потому что у нас как раз на собрании проводятся, значит, уроки, уроки по изучению Библии. И если хочешь, я могу тебя повезти туда. Я говорю, хорошо, я согласился, согласился, и мы пошли на собрание, и там действительно проходили интересные уроки по изучению Библии. Эти уроки назывались «Так говорит Библия». И что интересно было, что там в этих уроках задавался вопрос, и ответ надо было находить самим в Библии. Это то, что вам понравилось, да? Да. И мне на то время дали Библию, там те верующие говорят, смотри сюда, вот что он спрашивает, смотри сюда и ищи, где это. А скажите, это та же церковь и пришли, вот эта женщина пригласила в ту же церковь, которую пригласил тот мужчина, или это другая была динаминация? Это была другая динаминация, в которой сегодня и я нахожусь. Вот. И действительно мне понравилось там, в том смысле, что ответы можно было искать в самой Библии. Вот человек задает вопрос, и сразу мы ищем, где это написано в Библии, какой ответ на этот вопрос. Вот. И мне до того понравилось, что придя потом на работу в следующий день, у нас была бригада из трех человек. И я как бы, я как бы говорю одному из тех парней, которые со мной работали, говорю, ты знаешь, я вчера был на собрании, и мне так там понравилось, ответы задавали, вопросы задавали, и ответ прямо в Библии мы искали. Если хочешь, пойдем со мной, посмотришь, как там. И этот человек согласился тоже пойти со мной, и ему тоже понравилось. А вы его пригласили так, чтобы для компании? Или все-таки вот? Просто для того, чтобы он как бы в мою поддержку, потому что я говорю, мне понравилось, и я бы хотел узнать, а какое мнение другого человека на этот счет? Ему тоже нравится, или может, я просто ошибаюсь? А на тот момент, когда вам понравилось, вы пришли, получается, вот эти занятия, так говорит Библия, по изучению Библии, да? Это каждый день проходило, да? Это проходило где-то два-три раза в неделю вечером, так что мы могли после работы туда ехать и слушать. И значит, и вам понравилось, и ему понравилось. Так, вы у Бога задавали Богу вопросы, как мне дальше жить? Но вы же православные, у вас отец такой верующий. Да. Ну, я видел, что Бог меня ведет каким-то особым образом, и что Он желает, чтобы я познавал Его в этой жизни больше, чем я знал Его на тот момент. И так получилось, что мой молитвенный опыт, что у нас в городе должна была проводиться евангельская кампания, на которую должен был приехать евангелист из США. И вот мы приглашали людей на эту кампанию, и однажды, когда вот должно было быть как бы первый раз, первый вечер встречи на этой евангельской кампании, это у нас был дом культуры городской, на пороге дома культуры я встречаюсь с одной из женщин, тоже наших верующих. Оказалось, что она тоже из моего села. А, односельчанка. Односельчанка, да, но она жила в этом городе много лет уже, так что в селе она мало когда появлялась там у родственников. То есть она в Бельцах жила? Да, она в Бельцах жила. И вот она мне рассказывает, что, ну, обрадовалась, что я как бы тоже посещаю собрание и углубляюсь в Библии. И она говорит, ты знаешь, у нас в селе есть тоже человек, который, пожилая пара, им под 80 уже говорит, это, каким нашим братьям, брату и сестре, им под 80, но они, говорит, еще живы, бодры и, говорит, даже ходят на собрание в поселок, который является 7 километров от нас. Бывает даже пешком, говорит, в субботу они идут тоже самое на собрание пешком. Я удивился, вы знаете, я вырос в селе, и, скажем так, я жил с одного конца села, а эта пара жила с другого конца села. И я их в лицо не знал, но слышал, что есть вот такая фамилия в селе. Вот. И когда эта женщина мне это все рассказывала, то я, я как бы представлял, где они там живут в селе, и как бы, ну, стал размышлять о них. И вы знаете, после этого, когда я приехал уже в первую пятницу опять на выходные домой, я думал об этой семье, размышлял, молился, чтобы как-то Бог меня с ними, с ними как бы познакомил, свел, да. И так получилось, что я приехал в пятницу, и мне снится сон на субботу. Снится сон, как будто какой-то человек спускается с неба и остановился на каком-то уровне, скажем так, выше деревьев, остановился. Вот просто так, стоя как бы спускается, в такой как бы мантии сзади, и остановился на уровне, как бы деревьев, так, чуть выше. И в этот момент, когда я смотрю так во сне, как будто я тоже стал отрываться с земли и подниматься навстречу ему. И когда я остановился, как бы так, лицом к лицу на каком-то расстоянии от него, я как бы оглянулся и смотрю на село, и все люди как бы чем-то заняты, чем-то озабочены. И мне как-то стало, знаете, в момент поднятия как-то было приятно, что я поднимаюсь навстречу ему, какое-то, знаете, блаженство было. А в момент, когда остановился и увидел вот всех этих людей, окружающих в нашем селе, то мне стало как-то не по себе, и я как бы спросил, а почему я остановился, почему не лечу дальше? А этот человек не отвечает, ты потому остановился, что у нас еще есть время для покаяния. У нас есть еще время для покаяния. У нас есть, то есть ты не полетел на небо, ты остановился, говорит, у нас есть еще время для покаяния. То есть, с другой стороны, то есть нужно покаяться, получается, он говорит. Да, у нас есть время, ты должен покаяться, и потом все будет по-другому, да? Это был ангел или вы говорите человек? В виде человека я это все видел. И что интересно, я запомнил его лицо, вот этого человека, который спускался с неба. Я запомнил его лицо, и потом на следующее утро я встаю, и я думаю, что же этот сон мог бы значить? Почему это? И я стал молиться, Господи, открой мне, что это такое? Что ты мне этим хочешь сказать? И вы знаете, я так ходил с самого утра до обеда где-то. Хожу и думаю об этом сне. Спросил моей маме, она говорит, я не знаю, что бы это могло значить. И вот я с такими мыслями хожу с самого утра до обеда, а у нас дом в селе был на углу двух улиц. Угловой дом, да? Угловой дом, то есть улица была и так, и так, как бы две улицы. И калитка была и с одной стороны к дому, и с другой стороны к дому. И вот я, значит, захожу как-то перед обедом уже, я захожу с одной стороны в калитку, и я не вижу, что делается с другой стороны, потому что тут как раз дом нас закрывает. А с другой стороны заходит этот наш верующий брат, о котором мне женщина рассказывала. Что ему лет 80 лет. Ему лет 80. И он так с палочкой приходит, и мы на углу дома встречаемся, знаете. Получается, одновременно вошли в эти калитки, да, и встретились. Да, он зашел с одной стороны, я с другой, и мы на углу дома встречаемся. И я посмотрел на него, и знаете, чудо, вот тот сон, который я видел, и то лицо человека, хотя я его не знал, я его не видел и не знал, потому что, знаете, мы молодежь, мы молодые, а он старый. И он, может, с дома там редко когда выходил, может, в центр их магазину, а мы отсюда, с другой стороны. Да, вы же говорили с обратной стороны. Как-никак мой дом, от его дома, наверное, был где-то, скажем, километра два, может, да, примерно так. И я не знал его, потому что я в раннем, ну, скажем так, пока я учился, пока я в армию пошел, с армии пришел, устроился на завод, я его не знал. И вот я посмотрел на него, и я увидел в этом сне, что вот это он, тот человек, которого я видел во сне, это его лицо. Я так посмотрел ему, и говорю, на него посмотрел, и говорю, а вы Захарий? Ну, то есть женщина мне рассказывала, а он говорит, а ты Василий? Она тоже успела. А он тоже не знал вас. Она тоже не знал, мне давно, потому что я говорю, мы молодые, он уже 80 лет. И мы встретимся вот так, знаете, с удивлением, я увидел, что это тот сон, который я видел ночью, который я думал о нем, чтобы он начал. Ну, Бог как ответил, да? Бог так отвечает, да. Слава Богу, это, знаете, такой опыт был для меня, я, вот, почему я его рассказывал, потому что я запомнил он с того времени до сегодняшнего дня, я помню его очень хорошо. И что дальше, вы встретились, и что? Мы встретились, потом я стал посещать его домашние церкви, мы, значит, там проводили служение у него. Я всеми силами, сколько мог, поддерживал их, они поддерживали меня, укрепляли, мы вместе молились. Получилась ячеечка уже в этом селе вашем? У меня вопрос, знаете, сразу почему-то вот такой возник. А вот смотрите, ну, вы же стали вот посещать ячейку адвентистскую, да? Да. А как вот ваша мама, как ваши родители, как родня вообще к этому отнеслась? Вы знаете, по первое время, когда я стал посещать, посещать, значит, молитвенный дом в Бельцах, это 50 километров, как я сказал, от нашего села, то как бы никто, я там проработал в городе 10 лет, как бы никто за меня ничего не знал, что я там делаю, чем занимаюсь, знали, что я там работаю, да? Ну, как только я, что интересно, приехал в село, после того, как я пошел уже посещать, значит, молитвенный дом, в течение недели меня дома еще не было, то я приехал в село, обо мне все стали говорить, что вот, а правда ты, когда люди встречаются, а правда ты ходишь в молитвенный дом? А я говорю, откуда вы знаете? Я только приехал, я еще ни с кем разговаривал. Вы интересны. И вот так каждый меня, кто встречал, спрашивал первое, что правда ты, что стал верить? Верующим, ты, что, ходишь в молитвенный дом? То есть это нарицательный такой вопрос, как будто ты... Да, они были удивлены, что как это так, что ты из православной семьи вдруг поменял веру, потому что считалось это великий грех, знаете? И когда я приехал домой, когда я приехал домой, то все как бы против меня восстали, все стали как бы говорить, что это ты с нами делаешь, ты нас позоришь, ты какой-то не такой, как все, потому что, ну, жил бы ты так, как ты жил, и все бы было хорошо, но ты, говорит, ты, говорят мне, мои родные, что ты, говорит, не только нас, ты всех позоришь, всех родственников, никто, говорит, не верующий, только ты, вот, решил стать верующим, что это ты с нами делаешь? То есть верующим другой веры, да. И вот такая борьба, знаете, молитвенная, что, Господи, я же ничего плохого не делаю, я же хочу только добра моим родным, а почему они противостали против меня? Неужели, неужели это ты желаешь, чтобы я вот проходил через эти трудности все? И Бог, и Бог мне, знаете, потом дал другой сон. Бог мне, когда я молился о своих родных, Господи, ты им откройся, ты будь не только моим Богом, но и ихним Богом. Ты откройся и покажи, что ты есть живой и истинный. И Бог мне потом показал другой сон, что и мои родные, как бы, будут тоже рано или поздно будут верующими. Вот такой сон. То есть примут истину. Бог дал уверенность, да. Это, наверное, уже другая история будет, но Бог показал, что из моей семьи тоже будут люди, которые будут служить Богу. И примут истину. И примут истину, да. Удивительно. Смотрите, Бог вот, вот Бог каждому как-то, каждому отвечает по-своему. Кому-то вот обстоятельствами жизни, кому-то через сон, кому-то даже голосом может ответить. А вот у вас так вот, человек с православной семьи, где не просто так православный называет себя православным, потому что, судя по всему, Папа был вот, ну, глубоко верующим человеком. Да, вот сколько он знал Бога православным, он был глубоко верующим человеком. Спасибо вам большое за этот опыт. Спасибо. Друзья, вы помните слова мудрого Соломона, которые записаны в 30-й главе книги-притчи? Давайте мы прочтем. Три вещи для меня непостижимы, даже четыре, которых мне не понять. Путь орла на небе, путь змеи на скале, путь корабля среди моря и путь мужчины к сердцу девушки. Знаете, слушая свидетельства нашего гостя Василия, я бы еще добавил. И путь Господа Бога к сердцу человека. Друзья, я восхищаюсь тем, насколько мудр наш Бог, подбирая ключи к сердцу человека и проводя каждую личность ко спасению. Вспомните, например, Нафанаила, друга апостола Филиппа. Помните, как он отреагировал на свидетельство Филиппа об Иисусе Христе? Он сказал, может быть, даже немножечко так где-то пренебрежительно, из Назарета. Может ли быть, что хорошее? Да, сказал просто как отрезал. Вот как достучаться к сердцу такого человека? У него же уже все расставлено на полочках по-своему. Давайте мы прочтем, каким же образом Бог подбирал ключи, как он вел Нафанаила. Мы читаем в первой главе Евангелия Таана. «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, и сказал о нем, «Вот подлинный израильтянин, в коем хитрости нет». «Откуда ты знаешь меня?» – удивился Нафанаил. «Еще до того, как позвал тебя Филипп, видел я тебя, сидевшим под смоковницей», – ответил ему Иисус. «Рави!» – воскликнул Нафанаил. «Ты сын Божий! Ты царь Израиля!» Ого! Что такого особенного сказал Иисус Христос, что Нафанаил кардинально поменял о нем свое мнение? Есть, конечно, разные мнения на этот счет. Может быть, там, под смоковницей, Нафанаил молился, честно исповедуя свой грех. Может, он размышлял над словами Иоанна Крестителя об Иисусе и честно высказывал Богу свои сомнения, а может, даже и свое какое-то несогласие. Как бы там ни было, но Нафанаил понял, что сейчас он стоит перед тем, кто читает сокровенные мысли и скрытые тайны человеческой души. Этого было достаточно, чтобы он, Нафанаил, принял Иисуса как Божественного Мессию и решил изменить свою жизнь. Так было с Нафанаилом. А нашему гостю Василию нужна была необычная встреча со старцем, чье лицо он видел во сне. И этого было достаточно, чтобы продолжить поиск Божественной Истины, изменить свою жизнь и с терпением ожидать принятия Его в кругу родных, любимых людей. Воистину, пути Господни неисповедимы. Уверен, Бог таким образом ответил на молитвы не только Василия, но и тех троих его односельчан. Да. А думаете, Бог не может ответить на ваши молитвы об обращении тех, кто вам дорого и кого вы любите? Уверен, Господь уже имеет ключики к их сердцам. Вопрос, времени, места и выбора. А вы, друзья, что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале программы. Вы их также увидите и в конце нашего эфира. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим молитвенные группы, будем молиться о них и покажем в следующем выпуске. А сейчас я хочу попросить нашего гостя совершить молитву. Брат Василий, пожалуйста, помолитесь о тех молитвенных просьбах, которые вот пришли к нам на нашу передачу. И, пожалуйста, особенно помолитесь за тех людей, которые сейчас в поиске Бога, кого Бог сейчас ведет, подобрав ключики к его сердцу, чтобы Господь послал тех людей, как вот к вам послал, ту односельчанку, вот этого старца. Попросите Бога, чтобы он сейчас, независимо от того, как складываются обстоятельства, чтобы все-таки он сейчас боролся и за наших родных, близких, и за тех, кто сейчас на пути к нему. Дорогой и любящий наш Небесный Отец, мы, как дети твои, обращаемся к тебе в этот час. Весьма благодарим тебя, Господи, за то, что ты не оставляешь нас от них и проявляешь свою заботу даже тогда, когда мы недостойны этого. Господи, ты ищешь каждого грешника в этом мире. Ты, Господи, знаешь все проблемы и нужды людские, которые также могут быть в поисках тебя, Господи, в поисках своих жизненных решений, ситуаций, которые в их жизни возникают. Господи, ты знаешь все прежде нашего прошения. Мы, Господи, верим также в то, что ты скоро грядешь, что ты не оставил нас даже тогда, когда мы были еще грешниками и заботился о нас, чтобы, Господи, мы пришли к покаянию и пришли в твои отцовские объятия. Господи, мы также знаем, что ты скоро придешь в этот мир, и ты придешь за своим народом, который приготовился для встречи с тобою. Не оставь, Господи, также и нас, чтобы, Господи, когда ты придешь, мы были также в Царстве Твоем по милости Твоей и по великому прощению Твоему к нам, Господи. Да будет прославлено Твое имя в нашей жизни. Ты един, достоин во всем, Отец, Сын, Дух Сятой. Аминь. Аминь. Большое вам спасибо еще раз, брат Василий, за то, что вы согласились прийти к нам на передачу, поделились вот этим чудесным опытом, как Господь отвечал на ваши поиски, на ваши молитвы. Пусть Господь продолжает благословлять вас и ваших родных и близких. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. И я очень благодарен Богу и вам за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и ведет вас по этой жизни, благословляя и любя вас.